всем привет друзья с вами по призме алексей сегодня мы с вами посмотрим на рено премиум евротрак симулятор 2 в общем то на самом деле этот мод посоветовали естественно вы мне в комментариях спасибо вам за это огромное продолжайте это делать в общем то друзья честно вам скажу что этот рено премиум мне нравится больше нежели чем тот который мы уже наблюдаем некоторое время так скажем обновленный который ну сейчас актуален короче вы поняли в общем друзья давайте посмотрим что за мод такой на самом деле он очень старый но прошла его так скажем очень глубокая адаптация были там удалены ненужные файлы и так далее общем вот стал немножко легче добавилась поддержка проводов в общем-то как-то так пересобрали и выпустили в релиз и так давайте посмотрим сразу по косякам пройдемся чтобы потом вопросов не возникало в спалке видите да у нас на втором этаже идут косяки вот такие по текстурам все размазано в салоне не знаю как она так также либо по нормальному в общем посмотрим дальше по самой модели здесь у нас как видите пикселит крыло у нас пикселит абсолютно такая же проблема у нас идет с правой стороны на задней стенке в целом у нас есть проблемы но на самом деле это такие ерундовые проблемы которые можно просто взять и скрыть любой такой более темной покраски и так по тюнингу у нас естественно одна кабина у нас дальше идет 164 на 2 по движкам это реношный двигатель на 420 к был на дальше 2 у нас целых идет трансмиссии но по факту она у нас как бы одна от одного производителя она может быть либо без ретардера либо с ретардером по салону салон у нас естественно свою мне этот салон очень нравится очень классно смотрится выглядит вся приборная панель действительно очень крутая кстати да смотрите у нас еще и различается так скажем цвет да то есть у нас получается такой бежеватый оттенок если можно так сказать с внешки в салоне как бы да он тоже есть нас палка у нас тоже время другая обшивка то есть ну небольшая такая у нас тут не состыковочка и так по покраске кузова естественно она у нас поддерживается цветов тут вообще просто нереальное какое-то количество я не знаю как это все сиделось и подбиралась блин ну реально цветов до хера но вот самый такой цвет в котором скрываются все эти косяки это наверно все таки темно-синие в красном их конечно видно фиолетовом тоже видать в зеленом но тоже одна на темно-синий все-таки самый нормальный цвет в котором эти все проблемы скрываются но даже такой дальше по тюнингу давайте смотреть тут у нас идет несколько защит бампера по большому счету они у нас дефолтные здесь всяческого рода наклеечки у нас идут странно соответственно по правому борту то же самое здесь идут дефолтные абсолютно у нас кенгурятники на мордаху можно вот такие замечательные повесить думе сына которую можно всяческие там стробоскопы лампочки и прочее поставить здесь у нас идут таблички водителя как вы понимаете сисел тоже поддерживается тут у нас идет солнцезащитный козырек на крыше можно поставить 4 стандартных лайт бара я бы допустим еще сюда кинул не знаю чисто чтоб думе собили чтоб сюда там мигалочки можно было поставить без лайт баров соответственно мигалки у нас также идут здесь как-то не знаю странновато они стоят позиция у них странная поддерживаются флаги зеркала у нас одни не крашеные по колесам каких-то своих собственных колесных дисков нет для рено в принципе их наверно не было поэтому оставляем все как есть можно боковую юбочку поставить я бы если честно сделал ее еще в пластиковом варианте потому что у нас вроде морда пластиковая здесь и крылья по низу у нас пластиковые сзади у нас все пластика вот как-то раз и крашеная юбка ну как-то блин не то пальто так но и в принципе все бокового зеркала у нас нет тюнинг внешки здесь конечно крайне 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 скромный по салону давайте смотреть руль у нас не меняется здесь таблички водителя здесь три вида навигатора идет у нас предметы на приборную панель такие такие пресет у нас есть сисал работает здесь у нас здесь свет салон и шторки тут тоже всячески у нас идут висячие предметы и плюс ко всему у нас также идет тюнинг сидушки в общем-то и даже что-то можно в спалку еще плюс ко всему положить ну допустим коробку пиццы не знаю пусть она там лежит ну вот и все друзья вот в принципе здесь реально смотреть больше не на что единственный тюнинг который тут возможен по салону и тогда вот опять же что-то повесить на лоба что-то кинуть на сиденье что-то кинуть на торпеду в принципе все то есть больше здесь реально смотреть не на что итак переходим ко второй части обзора посмотрим как он точнее послушаем как этот грузовик звучит посмотрим на всю вот эту красивую анимацию приборной панели ну и посмотрим на то как он справляется с дефолтными трейлерами так что погнали на тест-драйв ну что ж друзья вторая часть обзора в общем давайте посмотрим как у нас тут все организовано и реализовано честно признаться вот сейчас такая позиция камеры как будто асфальт и вот эта вот накладочка да трепичная она скорее всего схожа по текстуре я что-то подумал блин ко хера тут у нас делает стекло на двери я сначала ничего не понял а реально как будто это у нас дыра в стекле такая идет и получается вот видно что у нас снаружи творится в общем друзья руль крутится давайте посмотрим что у нас тут есть по регулировкам регулировки к сожалению у нас никакие не поддерживаются вообще в салоне как-то темно вот не знаю либо это опять у нас эффект сказывается из-за тонировки но вот мне кажется что все-таки снаружи несколько светлее чем салоне но вот именно не за того что я в тени как бы нахожусь вот именно по остеклению итак давайте кстати лог абсолютно зеркально чистый давайте сразу проверим погоду раз уж у нас команда это близка к нам в логе так второй раз нажимаем ну да здесь он уже как бы молотит постоянно капельки слабаша стирает смешкой кстати дворники у нас тоже анимированы вот это хорошо вот это прикольно а вот это мне нравится итак друзья вырубаем и дворники тоже вырубаем теперь проверим работу освещения габариты у нас включается вся подсветка ближний свет фар соответственно дальний свет фар аварийка все это дело так моргает и работает бортовой компьютер ну конечно он там крайне скудный нет информации о расходе то есть в принципе как бы ну пойдет ладно окей пойдет так по внешке давайте сейчас мы это все дело замечательное вырубим посмотрим как это все работает с внешки габариты ближний свет фар дальний свет фар ну круто слушать и вообще то есть не прямо такой бурзи ивать забить и прикольный такой конечно грузовичок так ну что нужно нам запустить двигатель до звуки в принципе дефолт парня здесь даже особо и смысла их нет слушать потому что это чисто дефолт так зацепляемся провода как видите работают сейчас мы с вами там поворот возьмем на кольце слушайте ну смотрите вот в этой сцепке в таком цвете с этим трейлером машина выглядит реально охренительно то есть у меня козырек как раз вот под уровень трейлера идет под верхний уровень смотрится реально круто блин да обалденно ну вот нравится мне этот грузовик не знаю вот в то время когда вот начиналось все это да там в 90-х годах начали экспериментировать автопроизводители со своими грузовиками с внешностью грузовиков все как-то так или иначе были ну плоскомордами откровенно говоря у туре нохи вот этот у нее нижний бампер визит такой берем период смотрит это очень круто выглядит на самом деле машина такая ну борзая становится так по проводам давайте че они у нас там перекрест конечно конкретно идут но вроде работают вроде все четко кстати вот один из немногих модов которые вы мне кидаете от в последнее время на обзор я все реально все просматриваю которые вы кидаете этот наверно один из немногих на котором есть поддержка проводов что тут как-то все всем не досуг этом сделать поддержку проводов не знаю почему и так друзья ну что вот в принципе такое у нас получается рено премиум блин да крутая тачка на самом деле то есть даже вот есть у него вот эти косяки по модели да и в принципе то хрен с ними модель действительно очень прикольная даже если эти косяки кто-то возьмется поправит ну что здесь можно сделать на будущее ну наверное чтобы можно было все таки покрасить наверно бампер в цвет кузова либо тогда уж взять и добавить юбки боковые пластиковые в принципе это тоже сделать несложно но и какой-нибудь тюнинг по салону не знаю шторки хотя бы какие-нибудь чтобы можно было повесить и разделить кабину и спальник ну и на боковые окна какие-нибудь шторки подвесить а так в принципе все то есть машину я считаю по внешке не надо подвергать еще какому-то колхозу ну пёс узнает может брезгачки какие-нибудь спереди поставить и в принципе как бы все больше больше ей ничего и не надо все друзья не забываем оставлять ваши комментарии самые интересные комментарии из этого видео уже попадут в прошлое видео спасибо за то что поддерживаете подписывайтесь не так давно на канале уже стало 59 тысяч подписчиков друзья скоро 60 давайте поднажмем вас лайк подписка интересные комментарии ну и естественно ссылки на моды которые вы хотите увидеть в следующих обзорах все дорогие друзья желаем всем огромной удачи пока увидимся